Так, добрый вечер, пожалуйста, плюсики, если нормально, здесь пока все работает. С опасением неким говорю, потому что у той группы мы уже три раза переходили на другой сервис, то ли действительно группа невезучая, то ли еще что-то. Вот, у них прям три занятия подряд. Все медиа вообще никак экран не показывала. Посмотрим, что у нас будет, потому что после обновления флешплеера что-то она как-то реально неадекватно ведет, немножко. Ну вот, посмотрим, как пойдет, в общем. Значит, куча у нас ДЗ-шек, это здорово. Целых 18 этих квадратиков бегающих наплодили, где-то уже змейки носятся, это вообще невероятно. Вот, мы сейчас поступим каким образом? Во всех ДЗ есть одна капитальная проблема, это повторяющийся код. То есть, в основном, большинство что натворило? Делали, когда свитч по клавишам, ну, то есть, в какую сторону нужно идти влево, вправо, вниз, вверх. Писали кучу-кучу одинаковых струб-кодов. Вот, в одной из работ даже просто пришло осознание того, что это неправильно. И был такой комментарий сделан, сейчас давайте его открою. Так, вот такой вот хороший коммент, смотрите. Не смог убрать ужас 65-й по 125-й строчке. Ну, когда я это увидел, мне, кажется, немножко позабавило то, что если вычесть, то у нас получится 120 строк, тогда это 60 строк ужаса, вот, а всего их 125. Ну, это достаточно интересно. Вот по поводу того, что нет экрана, давайте сейчас еще раз я его перезапущу. И просто посмотрите, у кого как. Вот оцените, есть ли экран, и самое главное, будет он зависать или не будет зависать, потому что это та причина, по которой иногда приходится уходить на другой сервис, на запасной. Так, ну, в общем, давайте попробуем здесь сейчас 5 минут что-нибудь пообсуждать. Если что, уходим на другой сервис, я вам ссылку в чат кину. Вот, в итоге, сейчас давайте открываем скрипт, и ужас, как тут было в этой работе названо, 65-й по 126-й строчке. Вот как думаете, что здесь ужасом-то было названо? Вот оцените вот так вот кусочек этого кода. Что здесь было ужасом? Вот, повторяется постоянно, да, да, то есть постоянно что-то повторяется. С 86-й по 96-ю у нас что-то написано, с 100-й по 110-й у нас тоже что-то написано, и отличается от реально только вот здесь вот плюс равно, здесь минус равно. То есть это явно какая-то подстава. Вот, такого не должно быть. И надо как-то поступать по-другому. Так, значит, давайте сейчас проведем некую голосовалку по поводу того, что у нас вообще с экраном, потому что, в принципе, там запасная площадка тоже достаточно адекватная. Давайте сейчас посмотрим на ответы. Плохо и очень плохо. Это понятно. Вот меня интересует, кто все-таки проголосовал за вариант НЗ? Кто это? Как такое может быть? А, ну понятно, окей, окей. Ну, вообще, честно говоря, не очень приятная статистика. Вот, давайте попробуем другой сервис потестить, потому что, как бы, ну, здесь реально есть проблемы, у вас экран будет постоянно пропадать, это уже проверено временем. Вот, поэтому сейчас мы перейдем немножко. Так, значит, ловите ссылочку сейчас. Вот такую. Переходите туда, сейчас там начнем тусоваться. Я здесь еще опубликую ссылку, то, что мы туда перешли. Вот, и продолжим. Так, значит, ориентировочно, там минуту через две запускаем трансляцию. Имя пользователя придумывайте сами, пароль там пустой. Так, значит, давайте посмотрим. Ну, на первый урок же надо за методичками пойти. Как бы... Тем более, все-таки была суббота. Так, как я буду суббота. Так, давайте подгоняйте этот код по размеру. Так, звук, а как это звук? Подождите. Кто звук украл? Так, это плохо. А, есть, да, все-таки звук? Ну ладно, потому что у меня-то индикатор на самом деле его не отображает. Поэтому я немножко испугался здесь. Я могу вам его вот так вот поставить вообще на сотню, чтобы микрофон захрипел. Вот, ну, так вот, подгоните себе экран по размеру, как хотите. То есть вот у нас есть код, можете поработать знаками плюс-минус, они у вас между чатом и трансляцией экрана, чтобы наладить резкость кода. Потому что здесь она хромает на масштабе, по умолчанию которой. Вот, и сейчас, соответственно, что мы делаем? Мы обсуждаем вот эту вот проблему, то есть, что за код такой, так потише все-таки, да, хрипит? Ну давайте, 90% микрофона, это, конечно, перебор. Так вот, абсолютно верно то, что здесь есть повторы. И в этой работе повторов, ну, избыточно получилось. То есть, ну, как бы, это повсюду. И повсюду, по крайней мере, повторили хотя бы вот такие команды, как setSelfAlse и setSelfTrue. Давайте сейчас по шагам просто начнем разбираться. Ну, мы как бы сегодня посмотрим сначала правильный вариант, потом некие типичные моменты. Для начала просто возьмем и вместе реализуем именно из исходников то, как вы в ДЗ могли эту задачку решить. Вообще, никто не помнит, с чего надо было начинать это делать. Вот мы немножко обсуждали, как бы, что нужно было реализовать в первую очередь. Ну, или просто, как, как? Да, закрашивание ячеек. То есть, нужно было реализовать функцию setSelf, и она, чтобы начала вам как-то эти ячейки красить. Вот сейчас вот мы как раз-таки с нее и начнем. Так. Вот есть пустая матрица. Надо красить. Значит, у нас есть вот такая команда setSelf, принимает первыми двумя параметрами номер строки, номер столбца. И третий параметр это либо true, либо false, то есть закрасить ячейку или закраску у нее убрать. И в setSelf, вот первое, что нам нужно сделать, мы это обсуждали с вами в начале, ну, в конце этого урока, нам надо перейти, получается, от номера строки и номера столбца к номеру ячейки в массиве children. Значит, вот каким образом мы можем перейти к номеру в массиве children? Вот давайте, кто понял эту закономерность? Кто изобрел великую формулу? То есть я-то видел, кто изобрел великую формулу, вы просто напишите, как вы ее понимаете. Так, row минус 1 на 20 плюс кол минус 1. Да, это правильно. Так, вот Евгений пишет, у меня почему-то нет. Ну, то есть, смотрите, скачивал сегодня где-то в 4 вечера и с почты JS собака.prox.co.ru Вот, умножить да прибавить. Но на самом деле эта формула понимается как? Вот у нас есть номера 1, 2, 3, 4, 5, да, там. Здесь какие-то номера. И представьте, мы сейчас вызвали для вот этой ячейки. То есть у нас третья строка и пятый столбец. Вот как мы можем сейчас перейти к номеру в массиве Children? Тут идея какая? Раз мы находимся в третьей строке, это означает, что мы прошли уже две целиком. Если мы прошли две строки целиком, то это значит, мы сколько ячейк миновали? 40. 40 все-таки, все-таки 40, потому что у нас в каждой строке по 20 ячеек. То есть мы смотрим, сколько строчек мы прошли полностью. Но поскольку мы находимся в третьей, значит мы прошли полностью на единицу меньше. Мы из номера строки должны вычесть единицу. И умножить это на количество столбцов. То есть в данном случае тройка даст нам число 40. И давайте посмотрим, куда мы попадаем. То есть здесь у нас 0. Здесь у нас какое число стоит? 19. Здесь? 39, да. А здесь получается тогда стоит число 40. И мы попадаем как раз-таки в первый элемент третьей строки. Просто прибавляем к нему call, потому что call это проход по одной ячейке. И гляньте, куда нас занесет. То есть вот это вот было 40. У нас плюс call 45. 41, 42, 43, 44, 45. Почему мы промазали? Потому что счет начинается с нуля. Да, потому что счет начинается с нуля. И нам для этого нужно как раз-таки взять и вычесть единицу. Вот такие вот математические фокусы. То есть вообще кто как долго эту формулу изобретали? Сколько? Быстро? Ну отлично, да. То есть мы получается вот таким вот приемом берем и переводим это в номер. Ну сейчас аккуратненько это напишу. То есть у нас номер равняется получается row минус 1 на 20 плюс call минус 1. Теперь у нас где-то там уже есть получение матрицы. Оттащим ее по идишнику. Обращаемся у матрицы к массиву children. Так. И нам нужно соответственно проверить в том случае есть ли wall. То есть если wall это правда. То в этом случае мы матрикс children по ключу нам. Background например. Или background color. Запоминаем какое-то значение. То есть закрашиваем квадратик. В противном случае вот смотрите если мы передали значение ложь в параметре wall. То какой цвет мы должны поставить? Можно да. Есть шанс что это сработает. Могут только браузеры немножко ругнуться иногда на background call нам. По идее должны воспринять. Вот какой цвет можно поставить тот который прям вообще не виден? Прозрачный да. Это правильно. То есть белый цвет например было бы ошибкой ставить. По той причине что тогда мы бы его видели. Вот. Поэтому в принципе самое здесь такое наверное гибкое решение это transparent. Вот всякие записи типа нам типа пустой строке они в принципе тоже возможны. Могут только иногда браузеры немножко натрукнуться. Вот так transparent мы ставим и все окей. Ну проверим что ли? Досадно. Не работает. Так. Да я забыл здесь поставить какой атрибут. Style да. То есть мы сюда ставим style. Вот потому что это именно свойство стиля у данного дева. И он появился. Вот. То есть все нормально заработало. В итоге мы сейчас взяли и закрасили одну ячейку. Но после этого вот можно было переходить ко всему остальному. У меня вопрос в прошлом 1. Когда я сделала. Ли шестой строчки у меня не было. Мне всегда работало. Хотя я уставляла, потом убирала. Но все равно работало сам автоматом. Хотя мы получается в этой функции матрицы мы прописываем. Почему все равно работаем. Это интересный момент. Так. Матрица. Get cell. А в смысле мы к этому обратились, да? Да. Мы обращаемся к ней в аналоге прописи. Она только вверх. Так. Сейчас мы ее на нее посмотрим. Мы ее там вначале написали. Угу. Свет села. Потом. То есть один раз матрица получена. И она при этом еще отлично умудряется ездить. Кстати я по-моему запускал. Она действительно работала. Да. Матрица получается была объявлена как какая-то глобальная перемена, что ли, которую кто-то видит. Да. Квадрат действительно носится. Притом носится хорошо. Так. Это надо будет внимательнее, конечно, посмотреть, потому что, ну потому что это не очень логично получилось. Ведь у матрицы мы вар прописывали. И где-то, где-то потом произошел косяк. Ну тут нет. Тут на самом деле вспомнил, почему так происходит. Дело в том, что браузеры, они ведут себя на самом деле не очень хорошо. У нас, когда у элемента задаются аидишники, у нас сразу появляются глобальные перемены с такими названиями. То есть если у элемента проставлен идентификатор, то это значит в джаваскрипте автоматически есть глобальная перемена с таким именем. Вот. И мы к ней можем обращаться. То есть теоретически мы можем вообще нигде матрицу вот так вот не получать. Пойди, просто писать матрикс, точка и так далее. Вот. Это косячный такой подход, поэтому лучше вернуть локальную переменную. Вот. Ну ладно. Значит, по поводу того, что нужно было делать дальше. То есть вот это, допустим, вы получали. Советовал на том уроке задать две переменные. Допустим, координату строки и координату столбца. Row call. Вот координаты хранить на самом деле гораздо удобнее, чем гонять квадрат по матрице и каждый раз потом проверять, чтобы его найти как раз таки, где у вас закрашена ячейка. Это для компа тоже менее напряжно. Вот в сетселл изначально тогда что лучше поменять? Да, единички на row call. То есть вместо единичек row call ставим и мы, получается, если их поменяем, поменяем везде. А вот теперь вам нужно было найти обработку клавиатуры вы найдете. Но тут традиционно каждый находит то, что находит и она у всех практически не cross-браузерная. То есть она работает в большинстве случаев только в хроме в каком-нибудь. У кого-то наоборот, там только в мазине, но это редкость. Вообще мы пишем документ. Так, документ. И дальше какое там свойство-то? Вспоминайте, давайте. Да, onKidown, то есть на сжатие клавиши вниз. Равняется function, то есть мы будем обрабатывать события. И вот тут вот сразу возник, сейчас посмотрим, в какой работе правильный вопрос. Да, или не посмотрим. Не, посмотрим, наверное. Так, так, так. Здесь что ли этот вопрос был? А, вот анализ, да, ивенткий код. Но здесь вопроса не было. Вопрос был в другой работе, сейчас не буду ее искать. Там было очень правильно так вот запрошено, типа откуда здесь берется переменный event. Вот пооцените пока тот код, который написан здесь. Кто как считает, откуда здесь вообще возникла переменная ивент? Вроде функция, мы ее не объявили. То есть когда мы совершаем события, да? Ну да, это вообще правильно. Но это правильно в том случае, если мы на самом деле прописываем здесь вот это, e, да. То есть смотрите, как бы вот здесь опять, я знаю, что вы это не любите, но мы возвращаемся к котам. То есть как там было у кота? У кота было событие onTailPress равняется function. Мы на том уроке обсуждали то, что код в качестве параметра может принимать какое-то событие. И у этого события есть разные данные. То есть что там было коту важно, когда на хвост наступали? Вес, да. Самое главное это вес. Вот. И в итоге, когда мы передаем именно локально вот эту переменную e, объявляем, что код получает информацию о передаваемом событии, то тогда это действительно код видит то, что ему на хвост наступили. И вот здесь данные лежат именно об этом. Сила наступления, да, как сейчас в чате написано. А когда мы обращаемся к глобальной переменной event, то это на самом деле не то событие, которое произошло сейчас. Это именно глобальная переменная событий, в которой хранится именно последнее произошедшее событие. То есть, например, если мы у кота убираем вот это и пишем здесь event, то получается, что код сейчас на самом деле отслеживает именно вообще параметры всех событий. То есть тут может другому коту на хвост наступили. То есть это такая единая переменная для всех событий вообще в принципе. И вот это вот не здорово. То есть гораздо лучше, когда мы работаем именно с той переменной, которую браузер подставляет в данный обработчик. И если вы посмотрите описание в любом справочнике функций типа onkeydown и подобных, то они все принимают события. То есть они здесь принимают параметры e. И дальше в чате вот совершенно верно, Евгений сейчас написал такую конструкцию интересную. Давайте я ее запишу. Так, только не event wait. Ой-ой, для кота-то это уже зря. Так. Давайте вернемся к клавиатуре. e, эту параметру мы называем как угодно. e или window event. Вот это вот первый шаг для кроссбраузерной обработки клавиатуры. Дело в том, что нормальные браузеры, они все принимают это в качестве параметра. Браузер, ну, другая штука, в общем, так ее давайте назовем. Она работает с глобальной переменной window event. Вот, и, соответственно, как вы вообще понимаете эту запись, что означает e или window event? Вот как это вообще работает штука? Там данное свойство, когда мы называем какое-то событие, либо любое событие в окне. Ну, да, ну, не любое, а последнее. Либо последнее событие в окне. А вот вообще, ну, по-разному, кто-то это видел уже, кто-то нет. Почему оператор или в данном случае работает? У вас есть запись a или b. Чему должно быть равно a, чтобы имело смысл смотреть на b? 0, да. То есть, если a равно 1, на b никто не смотрит. Точно так же и здесь. Если у нас есть первое значение e, то на событие никто не смотрит на window event. Мы берем просто с e. А если его нет, тогда нужно на b посмотреть, то есть на window event. И мы, получается, в переменную event запоминаем сейчас либо переданное событие, либо глобальное. Второй шаг к кроссбраузерности – это сделать переменную keycode, которая равняется вот такому значению. Event keycode или event which. Ну, просто понимаете, вот JavaScript, он тоже развивался быстро, и тут с кроссбраузерностью проблем не меньше, чем в HTML, а то и больше. То есть, у большинства браузеров генерируется такое событие, в котором по ключу keycode лежит код нажатой клавиши, а в некоторых генерируется такое событие, где это лежит по ключу Vich. Вот и все. Если вы это сделаете, то у вас тогда уже идет полностью кроссбраузерная нормальная обработка нажатия клавиш. И вот там, кстати, где-то вверху был комментарий по поводу keypressа. Да, свойства keypress лучше не используйте, от него кром, например, отказался. Это очень странное свойство. Onkeydown мы клавишу вжали, onkeyup клавишу отпустили. Onkeypress – это происходит что-то между этим. Вот что происходит между тем, как вы клавишу нажали и клавишу отпустили? Подержали. Onkeydown будет просто много раз генерироваться. То есть, keypress – это, имя было признано, что ли, как бессмысленное событие, поэтому оно убраны уже. Вот, что нужно было дальше написать? То есть, вот вы получили код клавиши, что дальше делать? В зависимости от кода клавиши, мы измеряем новый код. Да, логично. Мы пишем switch, например, keycode. Кто там наизусть коды клавиш уже помнит? Ну да, как-то так. Ну вот, то есть, кейс 37, это мы едем влево, break. И сейчас спародирую то, что вы делали. По-доброму спародирую. То есть, вы писали вот так вот, соцел в основном все. Сюда передавали row, call, false. Дальше, раз мы едем влево, у нас какая координата меняется? Call. Call на что? Влево. Ну да. Вот, а дальше делали вот так вот, set, sell. По новым уже измененным координатам ставили значение true. И как бы лепили это вот таким вот образом. То есть, для кейса 38 у вас получалось то же самое. Ну да, это код, как Александр сейчас его называет, он как раз и написал про свой код, вот это 60 строк таких получилось. Вот, и Сергей сейчас пишет, до свеча гасил ячейку, а после свеча зажигал. Вот это гениально. То есть, так и надо делать. Смотрите, мы в любом случае, если клавишу нажали, ячейку должны погасить и ячейку должны потом зажечь. И поэтому мы до свеча, когда поняли, что человек произвел какое-то действие, эту ячейку сначала погасили. Теперь делаем свеч и в кейсах мы просто меняем координаты. То есть, например, 37, 38, 39, 40 у нас будут кейсы. Так, досадно, сейчас копипаст прошел не очень успешно. Отводились точки с запятой. Так вот, смотрите, у нас получаются вот такие кейсы. Давайте, если мы едем вверх, то какая координата меняется и на сколько? Вверх. Так, row минус. Дальше, вправо. Ну да, что осталось? Да, row плюс плюс. И вот именно после свеча теперь мы должны эту ячейку зажечь. То есть, поставить сюда значение true. Так, вообще, как верите, что это будет работать? Или слишком коротко? Давайте отпишитесь, кто как верите или нет. Евгений, на перерыве киньте, пожалуйста, почту, чтобы я проверил, вообще пришло до за или нет. Вот на перерыве посмотрим. Так, ну давайте, давайте, кто как считает, это будет это работать или это трэш вообще? Так, так сделал, все работал. Ну да, то есть Сергей все уже спалил, теперь точно всем поверят, что это будет работать. Ой, что с ним случилось? Ну как думаете? На самом деле все нормально, я просто влево случайно нажал. Вот, то есть он уехал за экран. Да, то есть отличным образом квадрат носится. Все отлично. Ездит туда-обратно. Вот по поводу левого края. То есть, как бы, вот это ж нехорошо. Взял и уехал. Где мы проверки можем поставить? То есть, давайте пока решим такую задачку, что если у нас квадрат упирается в стену, он должен там и остаться. То есть, он должен там упереться в стенку и тихо, мирно стоять. Да, вот по поводу телепортируется, это есть такое дело. То есть, у вас это будет не очень красочно всегда. Тернарник при назначении переменной. Это если вы хотите куда-то заслать, например, там на противоположную сторону экрана. А так, да, так это адекватно. Так, ров 20, ров 0, ров плюс 1. Да, вот как Евгений предлагает, то же самое. То есть, Евгений предлагает, что если у нас ров оказался 20, то есть мы выехали за правую границу. То есть, не за правую, то есть, за нижнюю границу мы выехали. То мы делаем ров равный 0, иначе ров плюс 1. Это если у нас квадрат должен проходить сквозь стены зеркальной. Если же мы хотим просто запретить ему за стены идти, мы можем сделать следующее. Вот поставьте проверку. В каком случае мы имеем право уменьшать столбец на единицу? Логично. Когда кол больше единицы, мы можем его уменьшать. То есть, у нас счет ведется, что ведь не от 0 до 19, мы здесь перешли к человеческим значениям. То есть, у нас строки столбцы нумеруются от 1 до 20. И поэтому мы проверяем, если кол больше единицы, мы делаем кол минус минус. Вот, давайте проверим уже эту работу. То есть, бац, разгоняюсь и вдруг поможет. То есть, с какой бы силой сюда не прибежал, он все равно затормаживается на месте, дальше не идет. Давайте сейчас зеркальное мышление. Что сюда нужно написать? То есть, это мы едем вверх. Так, row больше единицы. Хорошо. Сюда что нужно написать? Вот здесь уже чуть-чуть посложнее совсем. Ну да, да, все верно. То есть, мы пишем, получается, сюда значение, что у нас кол должен быть меньше 20. То есть, 20 единиц, это значит, что мы находимся в крайних ячейках. И получается, что здесь у нас ставится такая же проверка, только на то, что row меньше 20. Вот, то есть, таким образом делалась базовая часть, та, которая без звездочки. Что бы я тут теперь не творил, у меня постоянно он врезается просто в края, и дальше никуда идти совершенно никак не хочет. А если он улетал, то что с ним происходило? Ну, как бы, зависит от того, куда он улетел. То есть, если он улетал в левую или в правую границу, то это, ну, ничего страшного, потому что у нас тогда становился достаточно странный номер. В строке, допустим, оставалось единица, в столбце становилось 21. И он попадал на строчку ниже просто. А вот если он улетал вниз, то это страшно, потому что у нас получается значение больше 400. Или если улетал вверх, у нас значение меньше нуля. А почему вернуть? Вернуть можно. Вернуть можно. То есть, можно делать по-другому. Можно вот эти проверки вообще не ставить, а ставить проверки вот такого рода. Например, давайте что-нибудь сейчас быстренько напишем такое. Если кол меньше нуля, ну, вот как пример, то чему кол должен быть равен? Ну да, если мы его хотим насквозь отправить. Баз, вынурнул с другой стороны или не вынурнул? Так, подождите, что с ним случилось. Если кол меньше единицы. Взял и стал равен 20. То есть, переместился за тот край. И вот так вот можно разобрать, в принципе, каждую ситуацию, как переменную мы хотим отзеркалить. Вот здесь уже ваша фантазия. В принципе, самое главное, как бы к чему было вот это получасовое написание кода, ну или там 20-минутное с учетом всех этих задержек трансляции. Повторяющийся код надо убрать. Вот что самое важное. То есть, мы-то здесь, конечно, сделали поменьше. Мы get-sale там не используем. Это задание со звездочкой не разбираем пока что. Но хотя бы вот на кейсе обратите внимание. Потому что, как, например, Александр написал, да, вот про это. То есть, реально нужно, получается, это как-то бы едино вот эту проверку вынести и остальное все один раз прописать. Что-то до свеча, что-то после свеча. Вот, пожалуйста, плюсики киньте, кто понял вообще идею вот такого решения. Ну, кто как-то его со своим там, допустим, соотнес. У многих так же, только с маленькими повторами в свечах. Вот, в кейсах этих конкретных. Вот, ну и в принципе, работа в основном там все хорошо получалась. Сейчас мы где-то пробежим по моментам. Вот, не верю, что всего три плюсика, потому что при 18 домашних работах такого не может быть. Так, 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 так. Вот, ладно, ну пока плюсики пишите. Я сейчас проверю, что никто на 7 дней не зависит. Так, а какой вопрос? Ну вот, да, вот. Понятно. То есть, вопрос, понятно ли такая реализация, которую мы здесь показали сейчас. А, ну да, да, отлично, значит. Плюсики пошли. Ну, здорово, здорово. Вот, конкретно, если разбираться по работам. Давайте сейчас попробую такие вот самые-самые важные моменты выцепить из заданий, потому что конкретно каких-то исправлений у меня не очень много. Вот, например, здесь был интересный такой вопрос. Как бы там уже, по-моему, была прислана в догонку работы, как бы, с другими комментами, но так или иначе это осталось. Там был один из таких комментариев, достаточно интересный, зачем изобретать велосипед. Вот, поясните, что здесь конкретно имелось в виду, то есть, где мы делаем этот велосипед. Может быть, это имелось в виду по поводу обработки, ну, как бы, ну, тут два уровня есть. Вот, смотрите, зачем изобретать велосипед, то есть, зачем писать игру «Змейка» или изобретать велосипед, имелось в виду работать на чистом JavaScript без помощи библиотек. По поводу первого момента, зачем писать «Змейку» чисто по приколу, чтобы потренироваться в работе с JavaScript. Если имелось в виду здесь, что изобретать велосипед – это писать без библиотек, то, безусловно, это бессмысленно, и мы перейдем к библиотекам. Но очень часто в вакансиях пишут иногда, ну, не так, очень часто иногда. Ну, вот, то есть в вакансиях бывает пишут, то, что нужно знание чистого JavaScript без jQuery, потому что вот людей, кто умеет тыкать что-то на jQuery, но при этом не понимает JavaScript, их развелось очень много. И очень часто работодатели ценят именно просто понимание DOM, потому что вот у вас jQuery заглючило, вы не понимаете, что там случилось, если не знаете JavaScript. И поэтому хотя бы один, там, два урока мы его в чистом виде разбираем, чтобы вы не были зависимы от этой библиотеки. А то, кто зависим от нее на 100%, это печальная ситуация. Чуть-чуть что-то не так, все сразу. Вот, теперь конкретно по реализации, если сейчас так открою JS-ник, то все хорошо, как бы нормально, грамотно сделали. Где-то, где-то, вот сейчас, подождите, то ли здесь, то ли здесь. Что-то было такое небольшое исправление. Сейчас один момент надо, по-моему, в матрице. Не, здесь все чисто, да. То есть, это значит, не туда немножко посмотрел. Вот, не по той работе коммент написал. Поэтому сейчас перейду на другую работу. Вот, давайте здесь поправим. Это вообще во всех работах почти встречается. Посмотрите на строчке с 39 по 42. То есть, вообще, это очень логично. Если у матрицы есть имя класса CellColor, и это отличная проверка, это гораздо лучше, чем цвет задавать, потому что цвет браузеры могут возвращать по-разному, то мы возвращаем правду, иначе возвращаем ложь. Давайте, кто в курсе, что это тавтология вообще? Отпишитесь, как это надо сделать. А тарнарник это тоже не самое классное. Здесь можно еще круче сделать. Ну, абсолютно верно, конечно. То есть, можем сразу написать возврат, ведь мы получаем именно булевское значение, вот здесь. То есть, если мы тут получаем правду, возвращаем правду, иначе возвращаем ложь. Вот так вот все сразу круто становится. Вот это нужно немножко привыкнуть, чтобы это убирать постоянно. То есть, это такие мелкие ляпы. Это ровно как и вот это. Это не ляп на самом деле. Может быть, так даже удобнее для себя читать. Но к этому придираются, когда читают код. То есть, вол равно трое, это тоже тавтология. Мы, смотрите, что делаем. Мы здесь сравниваем правда равна правде, и мы в итоге получим здесь либо правду, либо ложь. То есть, если в вол у нас сразу лежит булевское значение, то мы на самом деле пишем вот так всегда. То есть, у нас сюда подставляется либо true, либо else. И в зависимости от этого идет ветвление. И вот этот момент, кстати, может быть немножко спорный. То есть, вот так вот вы себе показываете, какой тип данных у вас лежит в переменах. Поэтому это где-то осмысленное действие. Но просто программисты не такие злобные. Стандарт у них. Поэтому нужно прописывать, получается, именно вот так. То есть, если булевское значение, прямо оно в ветвлении подставляется. Так, значит, здесь небольшой комментарий. Просто крутая идея с созданием объекта кейса. Это очень хорошо. Как бы, это только комментарий для автора. Сейчас никто про кейс не знает, и ладно. Вот, по поводу некоторых работ, типа вот такой. То есть, все классно, как бы. Давайте сейчас покажу змею, которая тут уже носится. Так, сейчас только она откроется. То есть, вот здесь чуть-чуть увлеклись, сделали уже игру змейка, которая настоящая. Он ездит, что-то съедает. Один момент. Во-первых, здесь использованы глобальные переменные, что является нехорошим подходом. Ну, как бы, когда есть змейка, ее сделать в процедурном без глобальных переменах практически нереально. Поэтому пока не страшно. Но вот мы сегодня ОП пройдем, надо будет исправить. Второй момент. Смотрите, я нажимаю, если клавишу... Ну вот, сейчас развернусь. Если я нажимаю клавишу влево, что должно произойти? В смысле? Если я влево нажму. Нет, она должна просто налево была бы пойти. Но вот здесь предлагают, что ничего. Это правильно. Я вот нажимаю влево, я честно нажимаю влево, могу сейчас даже погромче это сделать. Она не поворачивает. А теперь делаю вот так. Слышали звук этот с двойным был? То есть, вот этот вот баг нужно поправить. Этот баг мы разбираем на протяжении курса, там, ну, периодически у всех, у кого в третьем, у кого в четвертом уроке возникает. Я быстро нажал две клавиши вниз и влево. Все, змейка врезалась в себя какой-то неведомой силой. То есть, раз делаете наперед, то вам вот такое дополнительное задание поправить этот баг, ну, и убрать глобальные переменные. А когда мы пройдем ООП, потому что это можно будет теоретически сделать уже. Вот, значит, так. Тут какие-то повторы я нашел и записал их для себя. А, ну, вот это вот типичный момент того, чего хотелось продемонстрировать. То, от чего мы как бы избавлялись. Да? SetSelfelf, setSelfTrue и смотрите дальше на кейсы. Все один в один. То есть, реально можно вынести тут 80% кода заветвлений и он тогда перестанет повторяться. Вот. Но, в принципе, как бы все. По остальному нормально. Сейчас где-то еще были комменты у нас, по-моему, интересные. Вот здесь, что ли. Запись нашел в инете. Вот что такое event. Что такое event разобрали. То есть, это нужно на самом деле писать вот тут. Для выбора, какая кнопка была нажата, использовал switch. Почему он не прекращает? Ну, как бы срабатывает один из вариантов. Там же ведь стоят брейки. На самом деле, может быть, был такой эффект, что вы просто клавишу зажали, держали, и поэтому оно долго выполнялось. То есть, как бы много событий генерировалось. На самом деле, этот брейк switch выкинет на 100% абсолютно точно. Вот. И в другие кейсы он уже не пойдет. Может быть, просто случайно нагенерировали несколько событий, зажав клавишу. Вот. И тут такой коммент хороший не придумывал, как можно использовать getsell. Она в базовом блоке не нужна. И вот, кстати, там есть коммент по продвинутому блоку, но продвинутый мы сейчас не будем прям смотреть на уровне того, как это надо было сделать, потому что вам тогда змейку вообще неинтересно будет потом писать. То есть, продвинутый блок лучше самостоятельно добейте. Мы его, как бы, ну, вы его сможете посмотреть в примере работ выложенных. Так, Андрей пишет, можно выглянуть. Ну, да, напишите только номер в списке. То есть, у нас на разбор ДЗ еще минут 5 есть спокойно. Так, семейная лучше, кстати. Ну, как сказать, она лучше. Она вот сейчас стабильно у 30% просто убивает экран. Я так подозреваю, что просто 30% не обновили либо флешплея, либо джава. Вот, и из-за этого семейный с ним не дружит. Так, 18. Да, кстати, сейчас тоже были комменты. Так, так вот, а, по поводу этого. Хрома. Хром не реагирует по каким причинам? Вот, сейчас давайте мы скрипт откроем. Посмотрим, что здесь написано. Так, документ элемент by ID on keypress. Вот она, загадка. Да, то есть, хром, он просто не поддерживает keypress. Это очень неприятно. Вот, и вам нужно писать он keydown, соответственно. Вот, по поводу коммента номер 3, это нормально. То, что заменили другим. По поводу исходников. Но тут есть одна проблема, то, что исходники, они уже залиты на сервак. Один раз были, и, в принципе, они по стандартным ссылкам даются. Вот, значит, конкретно по самореализации, ну, нормально. То есть, змейка носится, съедает вот это все дело. И потом к ней таймер прикрутить, и все. Ну, вот опять-таки, смотрите, что я сотворил. Ну, вот не знаю, я как-то просто ехал-ехал, спешил наверх, чтобы съесть еще один фрукт. Очень хотелось. И случайно как-то змейка, который из двух клеточек, умудрился врезаться сам в себя. Вот, змейка, из каких клеточек можно самому в себя врезаться? Давайте, загадка логическая. Так, ну, тут четыре или больше четырех. Ну, то есть, вообще-то, как бы, смотря как реализует это, либо четыре, либо пять. Вот представьте, змейку в такой квадрат завернули, и двигаетесь вот сюда головой. И здесь все зависит от вашей реализации. То есть, если у вас хвост сначала ползает, потом ползет голова, то есть, змейка сначала двигает заднюю часть, потом переднюю, вот, тогда, соответственно, у вас эта змейка не погибнет. Если вы сделали это так, что голова ползет в начале, то змейка влежется в себя. То есть, пять ячеек достаточно на 100%, чтобы в себя въехать, но не дву. То есть, две это что-то неправильное. Ну, ладно, значит, примерно как-то так. Давайте теперь переходить к ООП. Вот, кто чего хорошего про ООП слышал? Давайте. Понимаете? Или раны спичи P2 еще слишком сильные? Так, 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 там все хорошо. В ООП в смысле все хорошо? Ну, это вы просто JavaScript еще не видели. Так, в JavaScript оно ужасное. Это, это да, согласен. Да, вот слишком сильно, но на самом деле нормально. То есть, понимаете, в JavaScript мы вроде сейчас начинаем про ООП говорить, он и так объектно ориентирован. То есть, все элементы дома это так или иначе объекты, все переменные это объекты. И про объекты мы с вами говорили на том уроке. То есть, какие три основные вещи у объектов есть? Давайте, вспоминайте. Свойства метода события. Да, свойства метода события. Вот, и объекты в JavaScript и классы, они создаются таким достаточно необычным образом, я бы сказал. Во-первых, в JavaScript вообще нет классов. Вот сразу первая неожиданность. То есть, нету чертежей. Здесь классом является функция, которую мы с вами прописываем, внутри которой используем слово ZYS. Значит, сейчас начнем какие-нибудь примеры такие черкать. Давайте вот этот стырю, посмотрим, что у нас в нем есть. Пока примеры абстрактные. О, код. Ну, нормально. Опять он здесь каким-то образом оказался. Ну, давайте немножко посмотрим на этот код. То есть, мы объявляем класс кота. Пока это похоже больше на функцию. Вот здесь вот мы указываем параметры, которые код должен принимать при своем создании. То есть, имя и цвет. Теперь, давайте мы пока везде будем вставить ZYS. И вот эту жуть я тоже уберу. Так, так и вот так. Так, это был ZYS name. Кто как понимает, что такое слово ZYS означает? Ну, в контексте класса, в контексте функции. Да, поле именно этого кота. То есть, мы задаем следующее. То, что Мурзик принимает при своем создании два параметра. Имя и цвет. И когда мы этот экземпляр класса создаем, то у Мурзика H равен нулю. У него имя, как мы его назвали, цвет тот, который мы ему дали. Вот вообще, сразу то, что мы начинаем прописывать внутри какой-то функции, это является конструктором класса. То есть, когда мы будем экземпляр класса создавать, у нас отработает вообще весь вот этот код. Вот этот вот сверху вниз пойдет. Теперь мы создаем функции. Это выглядит, в принципе, таким вот образом. ThisGetVoiceFunction. Ну, то есть, тут можем что-нибудь прописать такое. Так, вот такая вот функция. Дальше. ThisSleep, thisOnTailPress. Значит, OnTailPress чем отличается от всего остального? Ну, как бы, а по смыслу? То есть, вот это вот что такое? Да, это поля, вот это. Нет, да, это событие, да. Абсолютно правильно. OnTailPress это какое-то событие. В принципе, как бы, вот это вот некий чертеж. То есть, класс всегда является некоторым чертежом тех объектов, которые мы будем по образу и подобию создавать. Вот. И так мы описываем, допустим, там чертеж кота. И по умолчанию у него определено, что если ему наступают на хвост, то, соответственно, вызывается метод GetVoice. Он должен заорать. Теперь мы создаем нового кота. И делается это вот таким вот образом. Мы прописываем MursicNewCat. То есть, заметьте, работа идет так же, как и с классами. Новый экземпляр класса. И параметрами передается в поле Name значение Mursic, в Color передается White. После этого у нас в переменную Mursic возвращается как раз-таки вот такой созданный объект. А когда мы хотим к нему обратиться как-то, давайте попробуем вывести возраст Mursic. Как мне это написать? Да, Mursic.h абсолютно верно. То есть, когда у вас есть такая переменная, работа с ней не отличается от работы с элементами DOM вообще никак. Так, вы обращаетесь через точку либо к свойствам, либо к методам, либо ко всему, к чему захотите. Так, давайте проверим. На, нет, мы не проверим, к сожалению, просто JavaScript не подключенный к HTML. Вот, это еще поля, которые являются паблика. WarPrivate. Да, вот это вот очень хороший комментарий. То есть, мы действительно, когда пишем слово this, это все поля, ну, все эти поля, они являются публичными. То есть, мы извне можем дотянуться, Mursic.h совершенно спокойно возраст поменять. Например, написать вот так вот, Mursic.h равняется нулю, или там, став. И иногда это нужно запретить. И тогда данное поле мы можем объявлять с помощью var. Вот, если мы объявляем какую-то переменную с помощью var, то какая у нее зона видимости? Вот, отвлекитесь от OOP вообще. OOP сейчас нет. Как бы, какая зона видимость у этой переменной? По смыслу? Да, внутри функции совершенно верно. Ну, а поскольку эта функция является на самом деле классом, то значит, что все методы этого класса и сам этот класс в конструкторе получается, что видит вот эту вот переменную age. В таком случае у Mursic.h не может быть? В таком случае у Mursic вообще нету age, да. Так, что-то типа инкапсуляции. Ну, можно и так сказать, да. Кат-х тоже не можем вызвать. Кат-х тоже не можем вызвать. То есть, это не принадлежит классу, не принадлежит объекту. Это просто локальная переменная внутри него и все. То есть, она никак не может быть прочитана извне. Она может быть использована в интернете? Да, да, абсолютно верно. То есть, она может быть использована вот здесь. Например, у Mursic там что-нибудь вот типа такого. Молодец. Вот, это как раз-таки обращение к этой переменной. В принципе, дальше, если мы хотим вызвать у Mursic какой-то метод, мы можем написать вот так. То есть, там, допустим, Mursic.sleep. Вот, вызвали этот метод. А теперь попробуйте понять, что я напишу вот сейчас. Ну, вот это вот для начала, это что такое? Да, вызов функции. То есть, мы сгенерировали в Mursic у события. А теперь загадка. Что вот это вот такое? Так, один момент. Прослип, это что-то странное. Стоп. Просто вот так оставим. Вот это то, чего вы не увидите в других языках программирования. Перезаписываем события, да. То есть, фактически, давайте по смыслу, чего мы Mursic у делаем. То есть, вот. Ну да. То есть, мы действительно учим Mursic себя вести. Так давайте это назовем. То есть, если раньше при генерации событий OnTailPress у нас вызывалась функция GetVoice, то теперь мы подвесили на это какое-то свое событие. Так же, как, например, вы можете сделать у ссылки. Вот представьте, у вас где-то есть элемент A в HTML-коде. Ссылка стандартно себя на клик ведет как? Она вас переадресует на другую страницу. Вы прописываете. При нажатии на ссылку у вас вызывается какая-то функция, которая, допустим, делает следующее. Alert. Там, допустим, стоять. Никуда, типа, не перейдешь. И ReturnFell, чтобы отменить стандартное действие. Вот так вот это выглядит применительно уже к элементам DOM. Но только здесь был бы какой-то селектор, типа document getElementById или там getByTekName. Вот. То есть, мы меняем события. У своих классов тоже. Точно так же, как и у событий, которые генерируются в доме. И мы, получается, сделали такой шаблон кота. Затем мы многих котов можем лепить. Как нам сделать трех котов, например? Давайте. Что для этого нужно скопипастить? Вот это копипастим? Нет. А что копипастим? Да, 23. То есть, например, здесь другой код, третий код. И у них какие-то разные переменные. Вот. То есть, выгода OOP заключается в том, что мы генерируем кучу объектов с одинаковым поведением. И на примере котов это, конечно, нам сейчас увидеть тяжко. Какая выгода от котов тут вообще может быть. Поэтому мы переходим к матрице. Представьте, что неожиданно дается такое задание, что нужно сделать игру, в которой человек управляет змейками сразу на двух матрицах, сразу на двух полях играет. Но это такое для продвинутых пользователей. В последних курсах по JavaScript делали такое. То есть, один ученик сделал два месяца назад на двух матрицах, месяц назад сделал на трех матрицах. Видимо, чтобы переплюнуть. Вот. Сейчас покажу вам примерно саму идею. Так. Тут, конечно, сейчас тяжко будет найти, я так думаю. Ай-яй-яй. Куда же работа делать? Так. Так, многопользовательская? Нет, она не многопользовательская, она обычная. То есть, вот видите. Ой-ёй-ёй-ёй. Тихо-тихо-тихо. Все, змейка взорвалась случайно. Это просто верстка немножко разлетелась с достаточно странного размера экрана. У вас такие глюки тоже возможны. Вот видите, я змейку управляю, она ездит одновременно на двух матрицах. То есть, здесь же еще могут стены возникать. И тогда человеку достаточно сложно управлять. То есть, он должен одним глазом смотреть в одну сторону, другим в другую. То есть, игра на развитие косоглазия. Вот. И вообще у нас ведь матрица и змейка – это повторяющиеся сущности. И поэтому нам было бы удобно как-то два раза этот код не дублировать, а просто взять и один раз его аккуратно где-то прописать. Да ладно, надо это дело заканчивать как-то. Вот. Змейка, видите, красиво разлетелась. Ну, в трансляции это вряд ли было заметно, хотя у вас там, да, наверное, если интернет хороший, у меня на длирующем компе есть какие-то странные эффекты, змейка пузырится на части, разлетается. Так вот, по поводу создания двух матриц. Вот при текущем процедурном подходе, если вам сказали сделать две матрицы, то вам придется делать функцию createMatrix1, createMatrix2, setSel1, setSel2, getSel1, getSel2, например. Либо передавать вот эти функции во все по куче параметров, которые определяют, что это за матрица, сколько там строк, сколько столбцов. В OOP мы поступаем по-другому. У нас есть экземпляр класса матрицы. Вот давайте, почитайте поля, значит, как думаете, что они по смыслу означают? Вот такой вот экземпляр класс матрицы. Container ID, Rows, Colts. Как думаете, это о чем вообще? Ну да, то есть ID.Container это то, в какой элемент матрицы нужно сгенерировать. Rows это количество строк в матрице, Colts это количество столбцов. Мы запоминаем эти переменные в поля класса и создаем функции. То есть эта матрица, она очень похожа на то, что вы делали в DZ. Теперь функция Create, она, обратите внимание, получает элемент уже не Matrix 1, а получает ZIS Container ID. Почему здесь написана ссылка на поле класса? Почему здесь просто не написать Matrix 1, например? Вот почему там написано ZIS Container ID? Давайте вот так просто поставим. Да, чтобы мы свободно меняли в ID-шник. Абсолютно верно. То есть, чтобы она получалась универсальной. Так, то есть мы обращаемся к ID-контейнеру. Затем N, это Rows умножить на Colts, то есть строки на столбце, чтобы сделать нужное количество итераций. Дальше нет никаких отличий. И все ведется именно так, как делали в DZ. Cцел, она работает по такому же принципу. Она только уже умножает не на жестко захардкоденные 20-20, там допустим. Она умножает это на ZIS Colts. То есть теоретически это все дело будет работать нормально с матрицей любого размера, даже не с квадратной. Будет вычитывать правильно абсолютно все координаты. И теперь мы первую матрицу создаем вот таким вот образом. NewMatrix, туда передаем ID-шник контейнера. Он у нас есть в HTML. Вот он, divid.matrix1. Matrix1 20 на 20. Вызываем метод create. Она выполняет этот код, отрисовывается. И вызываем метод m11.cels с координатами 5.5.true. То есть она получается закрашивать пятую ячейку. Теперь вам нужно, представьте, создать вторую матрицу, закрасить на ней пару ячейок. Вот что вы будете копипастить? Как бы что из этого документа нуждается в копипасте? Для того, чтобы вы сделали реально вторую матрицу сейчас. Ну да, логично. То есть с 58 по 60 строки. Вот как-то так. Создается новая матрица. Туда идет ID-шник Matrix2. Она по размеру 10 на 10. Мы ее отрисовываем. И после этого закрашиваем ячейки 2223. Получаем какой-то вот такой эффект. Вопрос только один. Снова загадка. Каким же чудом они разноцветны? Какая сила это сделала? Мы что-то вроде нигде не прописывали. Так, давайте. Сила из трех букв. Так, Сергей прав. Да, CSS. Да, абсолютно верно. То есть в CSS здесь просто незаметно ни для кого прописано то, что матрица первая зажженная ячейка, она красная, а в матрице второй зажженная ячейка, она, соответственно, получается серая. И зажженная ячейка или нет здесь определяется именно с помощью названий классов. Вот это вот намного лучше, чем использовать просто цвета, потому что есть одна глобальная неувязка. Если вы используете функцию setCell, то там вы пишете, допустим, matrix, children такой-то, style, background, red. Это нормально. Но потом, когда вы к нему обратитесь, там может быть несколько разных значений. Вот блесните знаниями CSS, кто как мне напишет здесь красный цвет. Вот давайте, вот этот я сам напишу. Как еще можно красный цвет написать? Как? Так, F00, отлично. Еще? Так, еще? Да, и вот Сергей предлагает, если туда картинку, логично. Так, давайте еще, еще. Отлично. RGB 250 5 0 0 Так, давайте последний вариант. Да, RGBA. Единица. А теперь в чем вообще подстава? Неважно, как вы браузеру поставите этот цвет, он вам при обращении к свойству background color может отдать любой из этих вариантов. Это зависит только от браузера. И вы игру будете настраивать, у вас в одном браузере она будет работать, потому что вы подогнали под него, в другом она будет отдавать, там допустим, не в RGBA, я в 16-ти речном. И все, подстава. То есть придется что ли через или прописывать значения всех этих цветов, для того, чтобы во всех браузерах работало. Но это неприемлемо. И поэтому лучше именно задавать классы. Вот запись классов через пробел, что означает? Да, добавляются. То есть если мы классы записываем через пробел, это значит два класса. Класс SEL и класс SEL. Если без пробел, если просто SEL, то это значит один класс. И у нас первый класс это просто ячейка, второй класс это она зажженная или потушенная. Вот, кто как понял, какую выгоду нам здесь OOP дало? То есть вот в чем кайф от OOP в данном примере? Так, одно место это матрица. Да, класс матрица. Проще создать новый объект, меньше кода, не надо киппастить, меньше кода. Ну да, да. То есть в принципе, как раньше, вот самый первый шаг, который давал выгоду это создание функций, отсутствие киппаста. Также и здесь OOP это отсутствие киппаста, например, параметров каких-то. То есть вы не можете сделать локально, процедурно несколько функций CREATE, SEL и GETSEL. Вы их можете сделать, они тогда будут принимать IT-шник, матрицы, количество строк, количество столбцов каждый раз и все остальные параметры. То есть обертка в виде класса позволяет нам для всех этих функций задать какие-то общие настройки, с которыми они взаимодействуют. И вот это как раз таки дает реальное сокращение, это если глубже копать. А так, действительно, вот как Александр написал, вместо 50 строк 3. Ну, примерно на таком уровне. Так, ну значит, пожалуйста, плюсики киньте, кто понял, в принципе, здесь смысл OOP. То есть OOP вы видели и на том занятии, сегодня мы просто говорили про создание собственных классов. Вот. И мы от OOP еще не уходим, мы его не заканчиваем. То есть мы сейчас будем на примере квадратика смотреть, как мы его в OOP можем обернуть. Вот, в принципе, сейчас давайте тогда делаем перерыв, продолжим где-то в 21.06 примерно, пока отдыхайте. Так, ну, продолжаем. Значит, сейчас нам надо немножко в OOP перевести этот квадрат бегающий. Вот, смотрите, мы сейчас будем описывать класс квадрата. Function square. Вот есть бегающий квадрат, он должен бегать по таймеру, то есть его двигает уже не пользователь клавишами, пользователь определяет только направление движения. Вот представьте, что мы описываем класс квадрата. Что у каждого квадрата есть? Давайте, какие идеи у вас есть? Что есть у каждого квадратика вообще, в принципе? Ну, фантазируйте. Так, координата, отлично, да. Абсолютно правильно. У квадратика есть координаты, то есть значения по X и по Y, строка, столбец. Что еще есть? То есть скорость движения, да? Ну, фактически может такое быть. У нас, правда, скорость движения будет все-таки определить не он, а как бы сила, которая его двигает, то есть этот интервал. То есть это не будет скоростью квадрата, но это теоретически возможно, да. Свойства, через которые определяем класс для CSS. Так, да, такое тоже возможно, если хотите сделать, это не обязательно. Что обязательно у квадрата еще должно быть в свойстве? То есть, смотрите, координаты, это обязательное свойство. Что еще у него должно быть на 100%? Он бегает по таймеру. Так, направление, отлично, да. То есть, смотрите, у нас есть координаты текущие, у нас есть направление движения, куда он должен перейти при следующем теке интервала, то есть куда он сместится. Вот, а какие вот тогда у квадрата есть методы? То есть, вот что он умеет делать? Да, это что будет функция делать? Ну и просто считать время, это... А вот тут посчитал он время, что дальше? Вот, ну перемещение. То есть, это функция перемещения, по большому счету. И вот абсолютно правильно, двигаться, двигаться, менять координаты, да. То есть, у него есть какая-то функция move, которая заставляет его перемещаться. Да, получить координаты, можно функции изобретать. То есть, это уже все навороты, которые как-то улучшают, облегчают нам взаимодействие с квадратом. То есть, например, метод, который возвращает его, массив с его координатами. Мы сейчас посмотрим, например, такого квадратика. У нас вот три документа. Матрикс, онлод и сквэ. Значит, сейчас их все открываю. Матрикс мы не смотрим, потому что матрикс мы только что разбирали. Это тот же самый класс без изменений. В онлоде пока давайте уберу вот эти вот две вещи. И в сквэ, наверное, все сотру, что ли. Ну и аккуратненько сейчас начнем писать. То есть, сквэ принимает в качестве параметров строку, столбец и направление движения. Он может делать следующее. Допустим, мы формируем тело квадрата. Мы его будем представлять именно в виде массива с двумя элементами. Делать мы это будем по той причине, что так вам будет гораздо проще перейти к игре змейкой. Если вы, ну, по сравнению с тем вариантом, что вы просто создаете два полиса, ксому с игреком. Ведь, смотрите, змейка это набор чего? Ну, набор, да, набор квадратов, набор координат. И змейку поэтому гораздо удобнее хранить в таком виде. Раз квадратик, два квадратик, три квадратик. Вот эти вот внешние скобки, они что означают? Внешние квадратные скобки. Да, внешний массив. Окей, значит, мы, получается, делаем именно вот так, чтобы вам потом было проще перейти к змее. Курс равняется курс. То есть, объявляем поля класса из обычных перемен. И теперь у квадрата начинаем прописывать методы. Вот, то есть, например, первый метод по аналогии с матрицей. Create function. И вот сейчас, внимание, квадрату нужно отобразить себя на игровом поле. Как думаете, что он здесь будет делать? То есть, каким образом квадрат будет себя на игровом поле отображать? Вот это вот важно по поводу модульности кода как бы. Ну, давайте догадайтесь, про что здесь идет речь. Ну, закрашивать это понятно, да. То есть, квадрат будет себя закрашивать на матрице. Но он сам это будет делать, или у нас есть какой-то помощник, кто это может сотворить? Он не закрашивает себе класс. А, как бы квадрат сам себе. Но он сам, то есть, как бы этому объекту он класс назначит, но ячейка от этого не перекрасится. То есть, класс нужно назначить хотя бы ячейки для этого. Вот, то есть, у нас квадрат это не ячейка внутри матрицы. Это просто сущность, которая бегает. У нее нет ссылки даже на этот дифф, это просто координаты. И вот правильно здесь написано, соответственно, setCell, да. То есть, он обращается к матрице. У нас суть OOP заключается в том, что мы создаем набор каких-то модулей, каждый из которых, из вот этих вот модулей или классов, может командовать другим. У нас есть точка входа, онлод. Точка входа, это всегда самое главное, она командует всеми. Она командует, получается, сущностью квадрата, и она командует сущностью матрицы. Точка входа матрица, например, как мы видели, дает какую команду? Create Matrix. Говорит, типа, отрисуйся. Квадрату точка входа будет давать команды типа, беги. А в то же время квадрат, ну, как здесь написано, правда, змея уже на будущее, в тот момент, когда выполняет движение, или в тот момент, когда появляется, должен как-то отображать себя на игровом поле. И вот что я должен нарисовать, чтобы показать это? Тут одну линию нужно провести. Вот как квадрат это будет делать? Как это здесь изобразить на схеме? То есть, вот в этих методах, как бы, если мы иерархию именно чертим, так матрица, да, абсолютно верно. То есть, вот стрелка как матрица. Идея заключается в том, что квадрат и вообще там, допустим, в перспективе какой-то класс с фруктами, они все пользуются именно классом матрица для того, чтобы как-то себя отрисовывать. То есть, это именно такой объект матрица, который позволяет нам носить какие-то изменения на игровое поле. Смысл заключается опять-таки в том, что мы не будем дублировать код. У нас в матрице один раз прописана вот эта вот функция setCell, которая умеет принять координаты и закрасить по ним ячейку. И в квадрате, чтобы заново все это не прописывать, мы вот здесь, соответственно, будем писать примерно вот так. У нас в onload сделана переменная m1. И мы ее давайте на время сделаем глобальной, потом поговорим про то, как это можно улучшить. То есть, пока для упрощения делаем ее глобальной. В квадрате пишем m1, setCell. Так, вопрос к вам такой, что нужно в setCell передать? Третьим параметром идет true. А что первыми двумя? Row и call, но в данном случае уже, пожалуй, вот так. То есть, мы обращаемся уже к телу этого квадрата, то есть, body0, body1. То есть, body0 это получается у нас вот это, body1 это вот это. Ну, в данном примере, как бы, row и call было бы тоже тем же самым. Вот так вот квадрат на матрице должен будет сейчас появиться. То есть, в точке входа мы пишем var square равняется new square, передаем единичку, двойку и то, что он должен двигаться вправо. И вызываем у него метод create. То есть, если все написано правильно, то что сейчас должно произойти при запуске этого примера? То есть, вот такой вот код в точке входа. Ну да, появится квадрат в матрице. При этом он никуда бегать не будет, это будет просто такой статический квадрат, который мы только что изобразили. Который только нарисовали. Так, значит, сейчас ждем, пока он запустится. Так, и потом будем разбираться, какой у него есть метод и как мы его должны вызывать. Так, что-то долго открывается. Так, ну вот, квадрат спокойно стоит на месте, никого не трогает. Значит, у него теперь может возникать дальше метод, который мы с вами обсудили. Это, например, метод move. Значит, квадрат, чтобы двигаться, ну, нам тут надо сделать сейчас парочку типичных ошибок, чтобы вы поняли, где они вообще могут встречаться. Мы создаем, допустим, такое поле, которое называем lastBody. И запоминаем в него значение thisBody. То есть, по сути, мы сохраняем текущие координаты. Давайте, первый комментарий в коде напишу за всю жизнь. Не за всю жизнь, конечно, но сегодня. Так, значит, сохраняем все координаты. Вот, и теперь как нам понять, в какую сторону квадрат двигается? Так, switch, да? И как здесь курс написать? Вот так или нет? Да, thisCourse. То есть, мы обращаемся к полю класса, к полю именно этого квадрата, thisCourse. У нас, возможно, разные варианты. Здесь мы уже не завязаны на коды клавиш. Мы, в принципе, сами решаем, какие здесь варианты могут быть в точке входа, когда эти курсы устанавливаем. То есть, например, ставим, что если квадрат едет вправо, то напишите-ка, что ли, в чат, как мне увеличить его координату и какую именно можно увеличить. Не пишите сейчас call++, потому что мы работаем не с call, мы работаем с кое-чем другим. row и call это локальные перемены, которые, в принципе, уже отработаны. Так. Сейчас, я надеюсь, что они не услышали и сами напишут. Вот, так, thisBody плюс 1, thisBody 0 плюс 1. Вот, вот, давайте все-таки 0 или 1. Мы едем вправо. У нас по координате 0 лежит строка, по единице лежит столбец. Что мы должны увеличить, если едем вправо? Так, вот, жалко здесь голосовалку нельзя устраивать. Вот, потому что мы-то, на самом деле, должны увеличить столбец. Мы, смотрите, мы вправо едем. Мы же писали при движении вправо плюс-плюс. Также и здесь мы обращаемся, thisBody 1 к номеру столбца, к текущему столбцу, и пишем плюс-плюс. То есть, не просто плюс-1, мы его физически должны увеличить. И после того, как мы это движение выполним, мы должны по старым координатам ячейку погасить, по новым координатам ячейку зажечь. Новые координаты вот они, а старые координаты, как мне здесь прописать? Мы не знаем, в какую сторону мы ехали. То есть, мы не знаем, из чего минус вычесть. Так, last, да, last, отлично, заметили это в коде. Вот, то есть, last, lastBody. Есть тут такая переменная. Ну, вот как-то так. То есть, в свече у нас, конечно, не хватает кейсов, а мы их дома нужно будет дописывать самим. Но пока квадрат у нас неуправляемый, управление тоже самим придется делать. То есть, на данном этапе этот квадрат при вызывании метода move, он просто тихо, мирно едет вправо. Ну, и сейчас попробуем это проверить. То есть, нам для этого нужно, для проверки, вызвать у сквей метод move. Так, вызываем метод move, допустим, несколько раз. Что сейчас должно произойти при запуске экрана? Ну, очень быстро, то есть, мы этого не заметим. Он должен переместиться на три ячейки вправо. Подстава. Вот, что не отработало, кто посчитает? Два трус стоит? Ай-яй-яй. Ну ладно, поставим false. Ничего не поменялось. Так, а почему неправильное назначение переменной last? В смысле, а почему неправильное? То есть, пока вроде есть переменная last и есть. Вот, смотрите, ячейка почему-то не гасится. А, это и есть ошибка? Да, это и есть ошибка, которую мы тут специально учудили с переменной lastBuddy. Потому что надо одну темку разобрать. Ошибка туманная. То есть, проблема заключается в том, что почему-то вот эта переменная, она как-то не отрабатывает. То есть, по ней координаты не гасятся. Напишите, вдруг кто слышал про такие две вещи, как присваивание по ссылке и присваивание по значению. Так, вот, может быть из других языков или вообще где-то слышали. То, что если мы ставим оператор присваивания, может произойти присваивание по ссылке, а может произойти присваивание по значению. Так, по-разному, да? Ну окей. У вас есть ячейка А. В ней лежит значение 5. Вот она. В памяти в оперативной сделана. Вы пишете B присвоить A. Что сейчас происходит на физическом уровне в оперативке? Вот если вы написали B присвоить A. Да, копируется A. То есть, B со значением 5. Если теперь получается, вы пишете B++ и дальше пишете, например, alert A, то сколько вы увидите? 5. Да, потому что мы физически увеличили вот эту ячейку, а не тронули. Вот это вот присваивание по значению. А есть еще присваивание по ссылке. Оно актуально для массивов и для объектов. Мы, когда, допустим, создаем массив A, в нем лежат два значения 0 и 1. Он создается где-то там. Вот такой. И это A, она ссылается на данный массив. Когда мы пишем B присвоить A, то у ссылочных типов данных, то есть у массивов объектов в JavaScript, у них не происходит в этот момент дублирования памяти. То есть память экономит, не выделяют под этот массив заново. У нас просто переменная B, получается, ссылается на ту же ячейку. То есть она ссылается вот сюда. Вот это вот и называется ссылкой. В итоге, если мы сейчас пропишем B от 1++ и затем на экран попросим вывести A, то что у нас будет лежать в переменной A? 0.2. Да, абсолютно верно. Потому что мы теперь, получается, эти переменные используем как единое целое. Мы меняем какую-то одну переменную, они меняются обе. Вот такая подстава. То есть что произошло у нас? У нас в переменной lastBuddy попала ссылка на thisBuddy. И поэтому, когда мы thisBuddy поменяли, у нас lastBuddy тоже изменилась. И в данном случае нам это нужно убрать. То есть нам нужно жестко сделать копию массива. И в JavaScript есть для этого такая команда, которая называется slice. Вот это вот команда, которая делает копию массива именно по значению. Обратите на нее внимание, она у змейки, в принципе, тоже может пригодиться. Вот, команда часто используемая. То есть она именно делает полную дубликат вот этого массива. И в итоге, если сейчас запущу код, то квадрат отличным образом переместился. То есть это стало работать корректно. Вот, пожалуйста, плюсики. Кто понял, вот это вот различие с присылыванием по ссылке и по значению. Это такой важный момент. Вы его много где сейчас увидеть будете в дальнейшем. И в программировании, в принципе, не только в JavaScript. Так, вот давайте отпишитесь, кто как с присваиванием по ссылке и по значению. То есть плюсики, если окей, вопросы у кого какие по нему. Так, и вообще есть мудное ощущение, что что-то трансляция пропала, потому что на дублирующем компе она тоже вылетела. Так, напишите хоть что-нибудь, что ли, чтобы понимать, что трансляция идет. Ну, логично. Так, вот. Так, значит, напишите, на каком моменте все прервалось. То есть на каком моменте сломалась трансляция, потому что она вылетела непонятно когда. То есть минуту назад, две минуты назад. То есть что последнее услышали? Так, на интересном, отлично. А, слайс. Ну, отлично, значит, потерялось совсем немного. Так, что можно жестко присвоить массив. Да, да, да. То есть смотрите, что здесь имелось в виду. Мы когда пишем точка слайса, это значит, что мы массив копируем по значению. То есть это будут уже на физическом уровне два разных массива. То есть если мы пишем точка слайс, то вот здесь вот у нас создается такой же дубликат массива, на который ссылается B. И в итоге, если мы меняем координаты Z с BADY, то координаты LAST BADY остаются в покое, их никто не трогает, потому что это уже другой массив. И вот координатик, не координатик, а квадратик отличным образом переместился туда, куда нам было нужно. Вот, то есть, собственно говоря, плюсики, если был понятен этот момент по поводу копирования посылки и по значению. Вот, потому что это много вам где пригодится. Так, сейчас посмотрим на обстановку. А, ну нормально, нормально, да. О, там есть такая же ситуация, где-то, например, в один, мы же не вводили. Вот, абсолютно правильно. Так, мы бы такую ошибку не нашли. Ну, да, да, то есть это еще не самая страшная ошибка. Самая страшная ошибка через 5 минут. Для чего копирование посылки? Это очень удобно, если мы хотим передать какой-то объект функцию. Например, представьте игру. У нас есть коты, и есть какая-то функция геймплей. Мы в геймплей передаем кота. И надо, чтобы его свойства поменяли. И вот принимать кота, возвращать кота, это неудобно. Нужно его взять, что-то поменять, чтобы в объекте эти свойства изменились. Ну, и там, например, урон небольшой нанесли. Как помните, на PHP 2 была игра, где там это... Коты, собаки, машины, которые их давили. Вот, то есть, например, вернуть кота с чем-то сделано. Вот, в принципе, как-то так. То есть, это просто некая философия, что массивы и объекты передаются по ссылке. В PHP, например, только объекты передаются по ссылке. Так, море на JavaScript мы сможем написать вроде этого. Евгений, одна проблема. Ваша ссылка отобразилась единственным словом заблокирована у всех. Давайте я перекидываю ее на всякий случай. Посмотрим, что там за море. Ocean Wave Simulation. Ну, понимаете, вы на девах такое и не сделаете. Можно вставить GIF-картинку. Вот, это нужен тег-канва, и мы на этом не сосредотачиваемся, потому что 90% или 99% участников интересуют именно как JavaScript применять реальных вещей все-таки, то есть, для тех, которые встречаются в заказах. Красивое оформление сайтов, еще что-то. Обработка данных, Аякс. Вот, это уже развлечение. Мы с тегом канва посмотрим, как можно начать работать, но мы на нем не зацикливаемся, потому что это пока больше искусство. Вот, а не то, что используется где-то в заказах реально. Так вот, по поводу нашего квадратика. M1. Значит, что это за переменная такая? Мы ее в анлоде сделали глобальной. И вот это плохо. Нам на самом деле переменную M1 нужно оставлять локальной. И тогда есть вот такой вот финт. Мы в класс квадрата передаем переменную. Например, назовем ее матрикс. А что тогда в анлоде здесь нужно написать? M1, да, абсолютно верно. То есть, мы говорим классу квадрата при создании, как бы, держи этот объект M1, пользуйся им. И он, соответственно, берет им и пользуется. То есть, вот здесь вот везде начинает вызывать матрикс соцелл. Матрикс соцелл, матрикс соцелл, матрикс соцелл. Вот это вот правильный подход. Глобальные переменные, их нельзя делать по той причине, что мы когда класс квадрата создаем, мы не знаем, как там эта переменная будет названа потом. Ну, то есть, передача в этом плане гораздо-гораздо лучше. Так, все отвлеклись от тема урока. Что, все море гоняем, что ли? Ну, ладно, погоняйте. Как бы, ну, в чем проблема? В чем отличается шестая струль, когда мы создаем функцию? Так. И первая струль, когда мы создаем функцию. И там и там функция. Да, и там и там функция. Тут одна функция является полем класса, другая нет. Вот, чтобы это различие лучше понять, мы можем написать вот так вот. То есть, идея такая, когда мы функцию прописываем вот так, мы создаем локальную функцию, то есть, она извне не видна. Это не поле класса, то есть, мы не можем сейчас написать из точки входа square.sam. То есть, опять-таки, приватный метод. Так, вспоминается, морфил, когда скинули ссылку в змейку. Действительно, вот это вот правду пишет Николай, то есть, там взяли просто все и ушли играть в змейку, потому что она ездила, стреляла, и для всех это было неожиданно, может быть. Вот, а тут море, море так море. Вот, ну, ладно, значит, по поводу квадрата. Ну, вроде он едет, осталось его на интервал подвесить. И вот сейчас вообще выносная ошибка просто. Вызываем функцию square move каждые 300 миллисекунд. И смотрим, что произойдет. Так. Посмотрите, что здесь движется на экране. Вот давайте, что на экране реально изменяется. Так, все не туда смотрят, на самом деле. В онлайн-группе там понятно, масштаб экрана другой, может быть, незаметно это дело. Посмотрите, на экране есть реально вот... Вот, вот, увидите это, потому что современные отладчики, они такие, что они... Нет, они хорошие. Плюс один, пишет Андрей, ошибка увеличивается. Вот никто туда не посмотрел, правда, вот она. Вот она двигается. Циферка двигается. То есть, понимаете, вот что отладчик делает неприятного, но это никто еще не привык обращать внимание. То, что у нас ошибка, когда однотипная, она не пишется, как мы привыкли в консоли подряд. Ошибка, ошибка, ошибка. Она просто тихо и семирно накручивает что-то там. И ошибка такая, this body is undefined. И вот тут возникает вопрос, как это вообще теоретически возможно? Вот как body может оказаться из undefined, если мы только что вызывали функцию move, и все работало нормально. Вот здесь в JavaScript есть глобальные косячища со словом this. Это не косяк на самом деле, это правильно. Но это сейчас будет очень непривычно. На один вечер разлюбите JavaScript, может быть. Идея такая, что когда мы пишем this, у нас это указывает на функцию move. То есть это указывает на square, на текущий квадрат. А если мы вызываем вот эту функцию в setInterval, то как думаете, this слово на что может указывать? Функция, которая отрабатывает в setInterval, на что указывает this? На что? Не на move. На кое-что другое. На саму функцию нет. На интервал данный интервал. То есть слово this, оно начинает указывать на интервал. И получается то, что на самом деле, если мы здесь прописываем thisCourse или thisBody, то этой перемены у нас просто нет. Вот такой дикий момент на самом деле. То, что если мы функцию move сейчас будем вызывать в setInterval, например, или еще в подобных вещах, то слово this в ней просто перестает работать. Потому что указывает уже на кое-что другое. И решение здесь есть такое стандартное, чисто JavaScript. Это достаточно жестокая запись. Переведите это с английского языка, потому что в пятой строке. Да, то равно это. То есть создается локальная переменная, в которую записывается ссылка на текущий объект. И теперь внутри методов мы абсолютно везде вместо слова this используем слово z. Так, напишите, кто в шоке вообще от этого. Давайте, как вам такое OOP? Так. Да, да, да. Вот как-то так. То есть в JavaScript есть такое понятие, как контекст. То есть это то, к чему относится функция. И мы, получается, должны этот контекст сохранить. Ну и чтобы это было адекватно, мы можем эту переменную просто назвать по-нормальному. То есть давайте поставим и назовем ее square. Вот я думаю, здесь уже будет все гораздо менее проблематично. Называем ее square и везде вместо z используем square. То есть вот это нормально, по-моему. Сделали переменную квадрата, куда запомнили текущий квадрат. И теперь везде это прописываем. SquareBody, SquareBody. Так, as-is надо менять абсолютно везде. Ну, вообще, чтобы не нарваться, да. То есть, чтобы случайно не напороться на ошибку, лучше z поменять везде, z поменять везде. По большому счету, здесь это нужно было менять только внутри функции move. То есть только внутри того метода, который подвешивался на таймер, у которого менялся контекст. Вот, если мы это сделаем, то бежал наконец-то. С какими-то рывками, видимо, комп уже напрягся. Это всего, что было. Вот, но так или иначе, квадрат потихоньку едет. Вот, как-то так. То есть, здесь, конечно, есть в JavaScript диковатые моменты в ООП. Так, от моря тормозит? Подождите. Не, море у меня не запущено. Море это у вас запущено. Так вот, есть диковатые некоторые моменты, но вы к ним постепенно привыкнете. Вообще, ООП в JavaScript не такое плохое, как кажется. Оно просто очень своеобразное, и к нему надо, конечно, привыкнуть. Потому что, да, это то, что в других языках, из других языков вообще не знакомо. Очень много приемов, багов, которые в фичи перерастают. И так далее. Вот, ваше домашнее задание будет следующим. То, что вы сотворили, нужно переделать ООП. Задание, на самом деле, достаточно короткое. У вас в исходниках дается вот этот квадрат. Этот квадрат, он чем не полноценен? Вот, что он не умеет делать? Так, вот давайте. Что не умеет делать этот квадрат? Что в нем нужно доделать реально? Это уже атовизм. Это надо убрать. То есть, он перемещается по интервалу. Стрелками он должен менять направление движения. То есть, квадрат должен, получается, менять направление движения при нажатии на стрелки. Так, мяукать на три стороны другие. Это интересно. То есть, квадрат должен поворачивать. Это раз. И второй, он должен действительно... Вот, в идеале, он должен есть другие квадраты. То есть, в простейшем варианте, ваше домашнее задание заключается в кепепасте и исходников, и примеров ДЗ. Вот. То есть, ставите контроллер клавиатуры, который меняет квадрату направления движения, и ставите в свитч. Ну, анализ направления движения. Вот. И, как бы, кто осилит, надо, чтобы он ел другие квадраты, конечно. Чтобы потом было змейку делать проще. Вот. Это домашнее задание. Ну, да. И, кстати, очки прибавлял, там еще что-то. Если это уже сделано, то просто постарайтесь это аккуратно перевести в ООП, чтобы избавиться от всяких этих жутких глобальных перемен. Так. Ну, а теперь давайте Аякс. Значит, отпишитесь, кто что про Аякс слышал. Мы это в прошлый раз немножко с вами обсуждали, но давайте еще раз проговорим. То есть, что такое Аякс? Кто как понял? Так. Потом все переводить в jQuery, небось. Да, разумеется. То есть, потом все переводить в jQuery. Сначала все напишите, потом все удалять, ломать, переводить в jQuery. Так, асинхронный JavaScript. И что? Куда он асинхронен? Скрытое взаимодействие с сервером. Да, да. То есть, вот это, в принципе, правильно. С Аякс способ отправлять запросы. Но тут самое главное, что Аякс это действительно просто набор технологий некоторых. То есть, это JavaScript, PHP, XML и так далее. То есть, Аякс это не какая-то отдельная технология. Нельзя программировать на Аяксе. Это невозможно. Потому что без JavaScript, без PHP вы ничего там не сделаете. Вообще, сама Аяксу написывается, на самом деле, в простейшем варианте одной функции, которую мы сейчас с вами и разберем. Функция такая самописная. Вот. Но достаточно эффективная. Так. Где бы ее нам тут найти? Да, кстати, это вопрос такой, а что меня на Denver-то занесло? Вроде все на диске D, все примеры показывал, а тут на Denver-то полез зачем? Ну да, логично. То есть, Аякс это что? Это взаимодействие клиента и сервера. И поэтому без Denver будет тяжко. Вот кто ориентирован только на JavaScript, без сервера, то есть, только на верстку, можете, соответственно, на Аякс немножко, как бы, не обращать внимания. Наверное. Итак, у нас есть вот такой вот файл script.js и в нем функция AJAX-тест. Значит, вот смотрите локально именно на нее. Она принимает что-то на вход, параметры, которые на сервер нужно передать. И опять-таки, сами мы ничего не отправляем. Эта возможность встроена в браузер и содержится в вот таком вот объекте, который называется XMLHttpRequest. Мы создаем экземпляр этого класса. Он с помощью формата данных XML отправляет запрос на сервер и, в принципе, умеет их как-то обрабатывать. Создаем экземпляр класса HTMLHttpRequest и его объект помещается вот в эту переменную. Теперь, что мы делаем дальше? Вызывается метод open. То есть, мы инициируем... Так, нет, давайте так создаем соединение. Вот. И передаем сюда два параметра. Давайте расскажите по поводу этих параметров. Что они из себя представляют? Вот первый параметр, что означает? Да, то есть, это метод. Метод get, второй параметр. Да, с каким адресом заходим? А что означает, что там приклеено вот этот вопрос input равно input? Это еще что такое? Вот как бы... Ладно, я в спичке понятна, это адрес страница дальше. Так, вот давайте отписывайтесь. Там уже не кросс-браузерно. Ну, конечно, это не кросс-браузер. Это не кросс-браузер, но вообще настолько не кросс-браузерно, что всего два браузера, это не потянута шестерка и семерка. Им вообще надо написать, что идите переустанавливайте. Так, какой параметр будет отправлен? Ну да, да. То есть, это какие параметры мы передаем странице методом get? То есть, полностью формируется url. То есть, например, мы вместо input сейчас сюда передаем какое-то значение. Раз, два, три. И у нас получается раз, два, три приклеивается к url. Вот так вот. Вот. И уходит на сервер. По поводу кросс-браузерности, мы сильно в AJAX в чистый не лезем, по той причине, что никто это в здравом уме никогда не делает. И уже используется именно в библиотеке. Если кто захочет посмотреть именно чисто AJAX, напишите на форуме, я выложу трехчасовой семинар по нему, где чисто AJAX кросс-браузерно, со всеми наворотами, со всем остальным. Ну, как бы все используют библиотеки. Вот. А AJAX лучше понимать именно на базовом уровне, чтобы опять-таки в библиотеке, если что, что-то там поправить или подкрутить под себя. Так вот, мы открываем соединение методом get на такой url адрес. И теперь мы этот запрос отправляем. Вот после того, как мы отправили запрос на сервер, что нам нужно дождаться? Да, ответы от сервера. И на самом деле мы не знаем, когда нам сервер ответит. То есть мы не знаем, это произойдет через секунду, минуту и так далее. Так, выложите мы под Новый год посмотрим. Я думаю, там будет что еще смотреть. На самом деле у нас много видосиков в этом курсе всяких дополнительно. Ну, главное на форуме напишите, ну и как бы это. Главное, чтобы просто не забыл выложить, так что отписывайтесь и будут вам ссылки. Так вот, мы должны дождаться ответа от сервера. И у вот этого объекта request, у него есть такое поле, которое называется readyState. Это состояние готовности HTTP. И оно принимает одно из четырех значений. Ноль, это когда мы только сделали этот объект. Единицу, когда мы открыли соединение. Двойку, когда мы отправили запрос. Тройку, когда сервер нам частично прислал данные, то есть типа там заголовки, еще что-то. И четверку, когда он данные нам прислал полностью. Вот какое состояние нас интересует. Вот тут, конечно, написано, но все-таки, почему именно четвертое? Почему мы вот где-то в проверке ставим request readyState равно четырех? Почему не двум, не единицы, не тройки? Так, вот Константин написал, интересно, но это успех. Но это почти правильно, то есть четыре пакета. Интересно, откуда информация о четырех пакетах? Какие четыре пакета? Это не четыре пакета, пакет всегда один. HTTP запрос, HTTP ответ. Мы его получили целиком. Просто четыре это когда ответ от сервера полностью готов. Вот и все. То есть полностью получили ответ, не частично, а целиком. А вот по поводу успеха, посмотрите, request status 200. 200 кому-нибудь знакомо такое число? Так, а если мы сюда вот такое напишем? Такое знакомо, да? На двери написано, да, в кабинете. А такое? Такое уже вряд ли. Но так или иначе, да, вот правильный ответ в чате, то что 200 это код того, что все успешно. И мы не знаем, когда эти свойства приобретут такое значение. Поэтому здесь есть такое поле события, которое обозначает, ну обозначается вот так вот. OnReadyStateChange. Попробуйте его сейчас на части мысленно разделить. Вот как вы его переведете? При изменении статуса готовности. То есть, readyState, вот оно. При изменении данного свойства будет вызываться вот эта функция. Соответственно, мы запрос отправили, подписались на событие и ждем ответа от сервера. Она отработает, когда с двойки щелкнем на тройку, пропустим этот вызов. Дальше, когда щелкнет с тройки на четверку, мы увидим, что это правда. Это, скорее всего, тоже будет правдой. И мы вызовем функцию processResult, которой передадим вот такой параметр requestResponseText. Так, responseText, это что может быть такое? Да, текст ответа. То есть, мы текст ответа передаем функцию processResult. И она тут что-то делает. Получает div по ID-шнику и устанавливает туда innerHTML значение, которое мы передали в качестве параметра. А вообще, вот в самом документе у нас есть еще текстовое поле ввода и кнопочка. И при нажатии на кнопку мы получаем текстовое поле по ID-шнику, считываем из него значение и передаем в эту функцию iExTest. То есть, сейчас наш пример будет выглядеть вот таким вот образом. У нас будет одно текстовое поле ввода. Так, мы сюда что-то пишем. Нажимаем асинхронный запрос. Давайте сразу смотреть консоль. Так, почему именно такой урл? Ну да, то, что мы напечатали. Отправили запрос методом get и в ответ получили что-то вот такое. Давайте сюда что-нибудь другое напишу. Сервер что-нибудь полезное делает или нет? А что он делает? То есть, давайте напишу какую-то произвольную последовательность. Что вообще делает сервер? Ну, не совсем. Он переводит буквы в большой регистр. Да, абсолютно верно. То есть, мы вот так вот пишем, сервер переводит строку в верхний регистр. Все. Нет, это делает сервер. То есть, браузер он бы так сделать не смог. Ну, не, браузер бы смог, если бы он на JavaScript, конечно, команду прописали. Но вообще-то у нас написано именно вот здесь. То есть, мы пишем echo start to upper get at input. Тут вообще странный сервер какой-то, правда? Такое можно на стороне клиента сделать. То есть, здесь самое главное просто увидеть именно эту отправку AJAX запроса. Весь AJAX в итоге сводится, если мы отправляем данные методом get безо всяких там таймеров, кроссбраузерности к вот такой вот коротенькой функции. То есть, мы сделали экземпляр класса, написали, к какой странице обращаться, отправили и дождались ответа. Ну и, собственно говоря, ответ передали в какую-то функцию, а передали в какую-то функцию, которая должна его обработать. И вот это вот не очень интересно. Вам, думаю, нужно будет чуть более веселый пример доработать. Выглядит он вот так. Это больше похоже на чат. Но это чат, правда, с роботом. Значит, мы сейчас роботу что-нибудь пишем, например. Hello. Так, давайте, что у робота можно спросить? Так, как его зовут? Окей. Странно как-то. Что еще можно спросить? Что делает? Как это спросить-то? Давайте мы спросим просто, что? Так. Не хочет говорить. Но он такой не очень умный бот, то есть, он умеет только там время говорить. Да. То есть, знаете, как классическая схема? Hello. Да, как бы. Не подскажешь, сколько время. Как тебя зовут? Ну вот, и так далее. То есть, в этом роботе прописан ограниченный набор команд, который здесь может использоваться. Если мы выпишем какую-то билиберду или просто пишем команду, которой у него нет, то, соответственно, он нам просто выводит какое-то стандартное сообщение. Скрипт, который прописан на сервере, выглядит вот таким образом. Значит, давайте прочитайте его. То есть, вот, в принципе, здесь даже если кто пришел чисто на JS, не зная PHP, то весь код в PHP, он же такой же, как JavaScript, прости, что, знаете. Значит, switch по request, у нас там get at input, то есть, то значение, которое мы ввели, и у робота стандартный набор из шести команд. Вот, больше он ничего не умеет. Ну и в противном случае по дефолту выводит то, что нас не понял. Это записывается в переменную response, ее мы печатаем на экране. PHP код вам в DZ будет дан. То есть, вам нужно сделать вещь, которая на самом деле описывается в две строки. У вас будут исходники третьего примера, вот этого. И здесь, когда мы отправляем что-то на сервер, это каждый раз перезаписывается. В этом примере это работает как чат, в примере 0.4. То есть, мы все данные, которые ввели, получается, добавляем в некое окошко. То есть, наше сообщение и ответ от робота. И надо сделать так, модернизировать третий пример, чтобы у вас была реально пародия на чат. То есть, вы пишете сообщение, оно попало в элемент, робот ответил, тоже добавилось. То есть, чтобы диф не перезатирался, я просто хранил в себе всю историю сообщений. Вот, примерно как-то так. Вот, ну ладно, киньте плюсики, если, в принципе, понятны моменты по AJAX. AJAX вообще это вещь такая вроде попроще, чем OOP. А, что такое AJAX в итоге, да? Мы просто писали скрипт. Но, вот, суть-то заключается в том, что у нас отрабатывает сейчас какой-то код на сервере. То есть, мы, получается, обратились к файлу AJAX PHP, вот этому, незаметно для пользователя. И он нам вернул какие-то данные. Вот нам он вернул HTML код. То есть, мы сделали незаметный запрос на сервер. Пользователь этого не видит. И у него чат работает без перезагрузки страницы. То есть, например, чат, который был на PHP на седьмом уроке, на первом уровне. Человек пишет сообщение для того, чтобы видеть сообщения других людей, он должен обновлять страницу. То есть, на AJAX можно сервер спрашивать, типа, дай новые сообщения, дай новые сообщения. Вот, как-то так. Ну, в принципе, по AJAX это скорее такой вводный разминочный урок, потому что основное мы будем смотреть уже именно в jQuery библиотеках. Так, по правильному варианты ответов будут храниться в XML либо в BD. Ну, в XML или еще удобнее в JSON, наверное. То есть, робот должен действительно хранить это в виде какой-то, может быть, даже функции. Если, типа, от входного параметра такого-то выдаем такой-то ответ. Ну, простейший робот там делает свечом, а как бы, да, 5 вариантов рандомного, вот вообще хорошо. Это такое самое простое решение. Это если хотите робота написать, с которым нескучно вечер провести, наверное. Не знаю. Ну вот, или самообучающегося робота, который сам ответом придумал и подстраивается. Пока у нас вот такой вот простой робот, с ним минуту пообщался, уже скучно стало. Вот, ну ладно, значит, давайте накидывайте вопросы. Поэтому по всему у вас два домашних задания. По Аяксу это вообще, на самом деле, разминочное такое. Просто посмотреть, что это работает, пощупать руками. А основное это по бегущему квадрату. То есть, вот к субботе допилить это все аккуратненько. Ну и, в принципе, давайте накидывайте вопросы. Если их не будет, то будем постепенно завершать. Так, вот давайте вам 30 секунд надо, чтобы написать вопросы. Да, как бы пока к змейке лучше не прикасаться. Змейка это набор квадратов и можно пока сделать квадрат такой, как игра змейка, только не растущий. То есть, он съедает другие квадраты, наразе как бы прибавляет очки. А наращивание хвоста пока можно не делать. Вот, его мы обсудим просто, как лучше сделать. Так, на каком уровне мы будем знать JS после курса? Так, ну, соответственно, смотрите, сам язык JS, мы фактически его тонкости будем разбирать еще только, пожалуй, в плане наследования. Вот, а дальше мы перейдем именно на библиотеки. То есть, мы будем разозначиваться на jQuery, то есть, курс ориентирован на то, чтобы вы умели решать кучу-кучу типичных задач вообще. И, помимо этого, еще умели нормально читать код и, ну, как бы, понимать все процессы, которые происходят. То есть, после курса, вы видите, все типичные задачи вы будете уметь решать. Слайдер, фотографии сделать, там, еще чего-нибудь такое. Вот, а как бы, чего не будет, это знание JavaScript изнутри, полного там до прототипов, да еще чего-то, потому что, как бы, это не особо актуально сейчас. Так, 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 ну, хотя прототипы мы тоже посмотрим при наследовании. Так, сможем змейку на яксе написать. Зависит от того, сколько дома разбираться. Вот это, кстати, интересно сказано. Действительно, знаете, вот все будут знать JavaScript на разном уровне. Есть вот такая волшебная вещь. Так, давайте еще сразу, да, поскольку эту ссылку кинул кривой, я вам сейчас другую ссылочку сделаю. Такую, чтобы поразвлекались, это перед Новым годом хотели развлечься. Это, конечно, рано, наверное. Ну вот, но так или иначе, я сейчас вам одну ссылочку кину, вы ее, может быть, там, вечерком как-нибудь почитаете. Вот, это, чтобы не расслаблялись. Держите вот такую ссылку. Так, в e-profi есть два месяца практики. Считается ли эта практика как курс, и победителем марафона считается за курс. Вот это надо уточнить. То есть, поэтому у меня нет информации. Я думаю, что это можно, наверное, засчитать, как курс вводит. Вот, небось, чтиво на пару лет. Да, на JavaScript, точно. И, как бы, зарплату это не увеличит в 10 раз, поэтому не занимайтесь этим. Так, что за практика? Это вся информация есть только у тех, кто на e-profi записан, поэтому, как бы, мы сейчас распространять это не будем. Это стажировка, вот, она на специальных программах, как бы, если отдельно на модуле или на JavaScript, то это, в принципе, не актуально. Вот, ну ладно, я думаю, на сегодня тогда все. Почитайте то, что написано по ссылочке, и, соответственно, тогда увидимся в субботу. Вот, да, там информации не так и много, согласен, но всему свое время, то есть, потерпите, скоро узнаете. Вам пока еще JavaScript надо пройти, вам надо дополнительный курс пройти, который в подарок был. Вот, и, соответственно, потом вы увидите, как это будет оформлено, это учебные задания в группах, такие, тестовые. Будете тусоваться, веселиться, что-то писать, драться между собой, не знаю, что захотите вообще. Вот, ну ладно, на сегодня все, спасибо за внимание, до суббота.